Привет, народ! Сегодня необычный выпуск, я запускаю новый формат, поэтому именно под этим видео будет очень важна ваша обратная связь, поэтому не скупитесь на лайки и на комментарии. Если вам, собственно, такой формат понравится, то он приживется. Для этого, собственно, ставите лайки и пишите комменты, что вы думаете по поводу этого видео, по поводу этого формата. Короче, любую обратную связь. Если будет много лайков, значит я пойму, что мы это все дело оставляем и будем продолжать его вести в дальнейшем. Сегодня я хочу сделать видео, в котором буду собирать образ вокруг одной вещи и буду, грубо говоря, говорить, какой логикой я руководствуюсь, когда собираю образ и аутфит вокруг какой-то одной шмотки, которую мне хочется по-любому надеть, но мне нужно, конечно, что-то подобрать. И сегодня это будет вот это прекрасное худи от бренда Чой. Бренд Чой, который раньше был Бихур. Собственно, как вы поняли, произошел ребрендинг, и я думаю, не имеет смысла рассказывать, что и почему произошел, да и произошел. Теперь вот под этим именем бренд представлю. На данный момент политика бренда конкретно в производстве вещей, будет и в продаже вещей, заключается в нацеленности на предзаказы. Делается, я думаю, вы понимаете это для чего? Для того, чтобы сократить издержки, для того, чтобы каждая вещь делалась конкретно под конкретного покупателя. Таким образом, собственно, количество ненужных вещей или вещей, которые нельзя будет продать, оно сокращается. Почему это делается? Потому что у всех разные размеры, выпускать огромную партию, и когда остаются остатки, допустим, слишком маленьких вещей меньше берут, или слишком больших вещей меньше берут. Соответственно, когда есть предзаказ, вещь делается конкретно под человека. Из преимуществ, которые вы получаете по предзаказу, и, кстати, когда вы делаете предзаказ, который осуществляется у них на сайте, вещь будет готова, то есть, приблизительно 3-4 недели. То есть, за 3-4 недели вещь делается, приезжает к вам. Точно будет размер, потому что вы, собственно, делаете предзаказ и указываете свой размер, и таким образом будет дешевле. По предзаказу будет дешевле. В день выхода вещи, когда она будет, собственно, в момент дропа, или, условно, если она просто есть в наличии, вещь будет стоить дороже, и плюс ко всему может просто не оказаться вашего размера. Для того, чтобы сделать заказ, вы переходите на сайт, ссылку я вставляю в описании. И там оформляете предзаказ на те вещи, которые есть, на которые, собственно, можно оформить предзаказ, или вы покупаете то, что есть сейчас в наличии. Для примера, на данный момент доступно на сайте вот это худи в таком цвете, в сером цвете, доступны штаны, доступны брюки. В общем, заходите, смотрите, скоро будут еще дополнительные дропы, дополнительные вещи, и я обо всем буду рассказывать потом, по порядку, когда все появится, когда у меня что-то будет, я об этом буду рассказывать. Но на данный момент, допустим, вы можете приобрести вот это худи. Это худи, я, чтобы не ошибиться, специально перед этим перепроверил, окрашено по технологии Garmin Dight, который придумал основатель бренда Stone Island. И конкретно в моем примере еще добавлены специальные полимеры для того, чтобы вот швы у меня были, ну, короче, чтобы швы были светлее. Такой худи будет стоить чуть-чуть дороже, чем просто однотонная, поэтому просто имейте в виду, но для вас по промокоду Бондаренко будет скидка 10% абсолютно на все товары, поэтому обязательно, обязательно его используйте. Я вам настоятельно рекомендую, переходите на сайт, смотрите то, что есть в наличии, а если нет наличия, делайте предзаказ, используйте промокод. Ну, реально, вещи крайне крутые, не вне вам объяснять, погнали собирать образ. Итак, погнали. Сегодня буду говорить по памяти, но в следующий раз обещаю подготовиться чуть-чуть получше. Как, собственно, строился мой подбор образа? Естественно, поначалу я просто надел базовые серые штаны, потому что это как бы основа, от которой я бы хотел отталкиваться, так как это комфортно, и, собственно, серый цвет сочетается абсолютно со всем. После этого, ну, к серым штанам добавил белую футболку, и после этого уже решил надеть худи. Мне, в принципе, нравится сочетание такого нейтрального цвета и вот этого, вот такого бордового, красного, то есть, в принципе, смотрится хорошо. Если бы надеть сюда белые форсы, если мы надеваем, то, в принципе, как будто образ готов, но это только при условии, что мы вот так и выходим на улицу, то есть, если у нас нету никакого слоя сверху, то есть, у нас нету куртки. Поскольку я не вижу смысла планировать сейчас какой-то образ на зиму, а уже предготавливаю какие-то луки на весну, я пытался сразу же использовать какие-то весенние куртки и решил для примера надеть свой черный бомбер. Поскольку он, в принципе, подходит под особенно худаный с капюшоном, он прям, во-первых, крайне удобный, во-вторых, ну, как бы смотрится здорово. Но мне не нравится то, как сочетается именно черный цвет вот в этой, в такой довольно светлой палитре. То есть, когда у нас происходит такое пересечение серого цвета, какого-то еще дополнительного цвета и черного, плюс ко всему еще подложка иногда проскакивает оранжевая, ну, как-то для меня это, мне кажется, слишком... Короче, мне просто почему-то не понравилось вот именно такое использование светлого низа и градиента такого более темного и вообще черного цвета наверху. Поэтому я решил попробовать надеть другую куртку, думал надеть светлую, свой пуховик Zara, чтобы как раз-таки подкрепить и немножко помочь светлому низу. Но тогда у нас добавляется вообще еще один третий цвет, который имеет, ну, именно прям цвет, не монохромный, да, черно-белый, а прям голубоватый серый цвет. И он вообще как-то не очень вяжется вот с этим таким насыщенным глубоким бордово-винным цветом. Поэтому эту идею я отмел и подумал, что стоит надеть что-то темное. Возможно, темный образ к такой темной кофте смотрелся бы интереснее. Я попробовал надеть свои черные штаны от Vigday и, в принципе, ну, наверное, смотрелось бы неплохо, но мне почему-то не понравилось сочетание именно материалов. То есть однотонные такие черные штаны примерно похожие по текстуре, но в то же время имеющие однотонный цвет, они более мягкие, а кофта, она такая чуть более плотная, чуть более рельефная по самой ткани. Поэтому как-то мне показались, они здесь, ну, этот черный здесь не смотрится. Поэтому я подумал, что, возможно, имеет смысл надеть что-то более оверсайз, более свободное, но в то же время немного из другой, то есть добавить немного эклектики. Конечно же, мне сюда подошли отлично брюки от того же самого бренда, которые у меня уже очень-очень давно, и вы их давно как бы любите, видите и знаете. И вот здесь картинка совпала, то есть мне нравится вот этот вот укороченный худи, который очень четко имеет границу за счет того, что брюки у меня примерно заканчиваются, ну, вот на месте, где начинается худи. И сами по себе брюки имеют довольно свободный широкий силуэт. Вот эта резинка снизу у худи создает правильный объем, который мне понравился. Здесь уже, конечно, не встает выбора о том, что надеть наверх, черный бомбер от бренда Вик Дэй смотрится уже здесь намного лучше, потому что создается такая, так скажем, Total Black картинка, которая, собственно, супер универсальная, но она вот интересно обыграна вот этим красивым, собственно, худи. И плюс ко всему он не прячется полностью под одеждой, потому что видно капюшон, поэтому в любом случае этот акцент цветовой он всегда будет заметен, если вы полностью застегнете свой бомбер. И последним нюансом, что надеть на ноги, это, кстати, довольно сложно, потому что на выбор либо мы поддерживаем эстетику эклектики и продолжаем дополнять образ, допустим, к спортивному худи, к спортивному бомберу, сочетать это с классическими брюками и классическими туфлями от Прадо, которые здесь очень хорошо смотрятся и мне очень нравится, как они выглядят. Либо у нас есть вариант поддержать такой более спортивный верх и надеть спортивные, ну, вот такие, скажем так, кроссовки, да, которые, опять-таки, мои любимые на данный момент подходят в цвет. Это Nike Sakai, которые, в принципе, наверное, единственная черная обувь у меня, полностью черная, поэтому они здесь как нельзя, ну, как нельзя лучше. И вот эта борьба между тем, что выбрать, это на самом деле чисто выбор предпочтения того, чего вы хотите. Если вы хотите какого-то более интересного образа, то мне кажется, туфли именно в сочетании со спортивным верхом будут смотреться здесь чуть более, ну, как-то интересно. Если вы хотите более повседнева, то, наверное, кроссовки. Это все будет зависеть только от моего настроения, поэтому можете в комментариях, собственно, написать, какой образ понравился больше вам с туфлями или с кроссовками. Мне нравится и так, и так, но, наверное, для этого образа я бы все-таки выбрал Nike Sakai, просто потому что образ рассчитан чуть больше на комфорт, и я не хотел бы портить его, так скажем, этот комфорт портить все-таки не настолько комфортными туфлями, нежели чем мои любимые кроссовки. Вот такой формат, короче, получился. Не знаю, пишите в комментариях, понравился вам или нет, чего добавить, что поменять, что видоизменить. Обязательно переходите по ссылочке, смотрите все, что есть у бренда Чой, заказывайте, смотрите. Я без ума, кстати, от всего этого дела. Так что жду вашей обратной связи, жду лайков, подписывайтесь на канал, если понравилось. Все, всех обнял, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok